Продолжение следует... 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 И в рамках этого, или расширяя это, можем сказать, в разлуке с Кришной, то, что приводит к разлуке с Кришной, разлука, с одной стороны, в силу байам-дитияр-бини-беси-таксиат, то есть забвение о Кришне. Тогда этот человек живет в мире беспокойств, не мир Вайкунхи, он живет в мире, где каждое мгновение смерть — это вполне реальная возможность. Этот ли комар несет тот вирус? Он ли меня сейчас укусит? Или вода, загрязненная, или воздух, еда? Весь окружающий мир, мы живем в мире смертности. И это показывает склонность править в аду, нежели служить на небесах. И так приходится постоянно оглядываться за плечо, думая, когда же ты станешь еще одним числом в статистике. Интернет, новости каждый день приносят нам вариации на тему смертности. Это новости с первой страницы. Это будет проявляться в разных видах. Будет авиакатастрофа, природная катастрофа, от едавика, от хиболтика, от ятмика. Все эти вещи придут там. Если прокрутитесь вниз, и увидите новый вид, вариация на тему смертности, как человек, объявляющий себя атеистом, один из главнейших атеистов 20 века. Он умер от рака, но он был в состоянии писать об этом, когда он узнал, что он наверняка умрет от этого. И обычно пишут в таких статьях, он сказал, с насмешкой или с иронией, он сказал, он говорит, как будто мы хотим сказать, что после долгой борьбы со смертностью он поддался. Говорим ли мы о раке, в любых других причинах, как будто мы подумаем, что после долгой борьбы со смертью он наконец умер. Но именно таково положение вещей. Но это положение имеет причину, и сопровождающие его страдания и беспокойства имеют причину, и главная эта причина — забвение о Кришне. Это о страданиях с материальной стороны. Но есть честная параллель, что с духовной стороны мы слышим от этих Браджа-Гопи особенности, почему они страдают от разлуки с Кришной. Но там, если уж говорить в клише, это категорически иная ситуация. Тут нет забвения, скорее они говорят в своей мане, духовном беспокойстве или гневе. Они говорят, хотели бы мы, чтобы мы могли забыть о Кришне. У них противоположная проблема. Обе проблемы пересекаются с темой разлуки, но с одной стороны, проблема забвения. С другой стороны, они говорят, мы не можем забыть о Кришне, мы не можем перестать говорить о Нем. Иногда в своем божественном безумии, в разлуке, они начинают подражать Его играм. Они говорят, я Кришна, и я пришел наказать тебя, Калия, негодяй. И они проводят Калия, лилу и другие игры, словно игры божественного безумия, потому что они чувствуют очень сильную разлуку с Кришной, но они не могут забыть о Нем. Но интересно, в Гопи-дите, there it says, они говорят, на самом деле, темы, рассказывают о тебе, это дает освобождение от страданий. Таб-та, как мы говорим, таба-трой, таб-та-дживанам, таба-катамритам, таб-та-дживанам, кабе-бир-дирирап, калма-ша-абахам, устраняют все эти страдания и все неблагоприятное. И Шравана Мангала слушание о тебе привносит настоящее глубокое благо. Мангал. Мангал означает как Билла Мангал у него есть. Джая-джая-дева-дева-дева-дева Кри-бхувана-мангала-дибхинама-дева Джая-джая-дева-кришна-дева Сравана-мана-найанамрта-аватара И так. Они говорят, беседы у тебя, слушание о тебе, когда кто-то информирован о тебе. Это не только подводит к концу страдания, но способно обогатить духовно, пропитать, насытить человека духовным благом, нектарным вкусом. Это удаляет хрид-дрогам, убирает хрид-дрогам болезнь сердца, а именно мысль о том, что мы найдем счастье или удовлетворение через потребительство, через эксплуатацию. И их заключение, это кого те, кто говорят о тебе, те, кто напоминают нам о тебе, занимают нас в обсуждениях на твою тему. Они занимаются настоящей благотворительностью в этом мире. Обычно, как я уже упоминал однажды, когда мы проповедовали в России, Муралишвар Прабу и я, то мы отправились в город, я думаю, название было Петрозаводск, правильно? Что-то вроде этого. И мы были в доме, у одного преданного, и его сестры слушали, и эта сестра слушала, вечер за вечером мы говорим о Кришне. И она слушала. И, очевидно, нам это нравилось. И она сказала, почему бы вам не заняться чем-то ценным? Ну, например, если вы по-настоящему хотите помогать людям, вы можете раздавать еду, или одежду, или обеспечивать жилищем, что-то вроде этого. Но вы ведете себя таким образом, как будто бы вы заняты чем-то, что спасает мир. Но вы всего лишь говорите о Кришне. И это сховно со случаем, когда Шрила Гуру Махарадж отправился, чтобы собрать пожертвования у одного правительственного чиновника. Иногда у них есть избытки средств, и так они строили храм, храм Гауди Амадхи. И Гуру Махараджу сказали, все, что тебе нужно сделать, это прийти к этому человеку, и у них он будет уже готов, выписан чек, и просто что-то ему скажи, он выпишет тебе чек, и вы сможете продолжать строительство Мадха. Но я думаю, когда Гуру Махарадж привел туда, то, может быть, человек на посту сменился, или что-то так или иначе. Все произошло не так. Поэтому они не ждали его с готовым чеком. И тот человек сказал, на самом деле, если бы у нас были какие-то избытки средств, последнее, что мы хотели бы сделать на эти средства, это строить Мадх или Ашрам. Но мы скорее использовали бы их на какие-то альтруистические, гуманистические вещи, кормить людей, давать им одежду, кровь, что-то в этом роде, что-то настоящее, а не на строительство Мадхы. И Гуру Махарадж, он был так шокирован, потому что он ожидал одного, но произошло противоположно, и он подумал, как я могу вернуться в Мадх к Сарасвати Дакуру с пустыми руками. И он начал молиться с большим рвением по какому-то божественному вдохновению. И что пришло к нему, это необычно. Это не укладывается в шаблонные представления, что можно было бы ожидать. Потому что к нему пришел стих, но это знаменитый стих из Бхагаватам после Раса Ливы, после того, как было рассказано Игорь Раса Ливы. Там дается это предостережение по поводу правильного метода как обратиться к слушанию и обсуждению Шрадхан Витол Ану Шринду Яд. Это вопрос развитой веры и слушания от настоящих, глубоких преданных. Есть определенный метод, как соприкоснуться с этими вещами, как позволит другим соприкоснуться. Иначе это можно дурно, ложно интерпретировать. И Гуру Махарадж приводит пример. Кристос Кавирадж Касвами представил Мадуро Расу таким образом, в читании Чейтамрите, что ее невозможно понять неправильно. И продолжил он, и все равно ее понимают неправильно. Он представил все так осторожно, так бережно, что невозможно понять это превратно. И все равно это понимают превратно. Итак, И в качестве сноски заметил, Гурдев Шрила Бахтису Даргу Винде, Дев Гусвай Махарадж говорил, поскольку он был в некоторой степени очарован, и у него был некоторый опыт в области гомеопатии, гомеопатической медицины. Он говорит, в гомеопатии ты должен знать, какая болезнь, но когда речь о лекарстве, ты должен знать лекарство, силу этого лекарства, и что еще? Потому что ты определяешь, а, правильная доза. Итак, первое, какое это лекарство, какой силой, каким действием оно упадает, и какова доза для этой силы, и добавил он. И ты должен знать, ты должен понять, что твое время исцелиться пришло, помимо всего прочего. И интересно, потому что иногда можно сказать, даже вы сами говорите, что эти, что беседы на эти темы, это нектар спасающий жизни, но теперь, чтобы услышать какие-то определенные темы о Кришне, Кришна Катамритам, но вы говорите, что следует проявлять осторожность, да и нет. Итак, какова сила, какова доза, правильное лекарство, и иногда разлука сравнивается с укусом змеи. Иногда мы говорим, змеиный укус разлуки. Это настолько сильно, как будто бы человек истекает кровью в разлуке с своим возлюбленным или возлюбленным, это сравнивается с укусом змеи. И каково же противоядие от укуса змеи, это змеиный яд. и это интересно. Учесть это и также можем сказать, пускай это грубый пример, грубое сравнение, можем сказать, что когда кто-то страдает от змеиного укуса, то змеиный яд будет противоядием. Но если вы как это сказать, вы изначально не страдали от змеиного укуса, тогда то, что та вещь, которая могла бы быть даюрующим нектаром жизнь, превратится для вас в яд. Итак, разлука — это основа культуры Кришны. Иногда кажется, что это отвращает. неофиды неофиды чаще сосредотачиваются на встрече и они ориентируются на эту культуру, о которой Сарас Вади Такуру предупреждал, что это опасно для неофидов. Это может поранить их смараном такого рода. попытка погрузиться в смараном, касающегося игр, встречи. Но это по-настоящему ценица лау-ям, жажда, голод. Когда есть голод, тогда еда очень вкусна. Нет голода, и нет радости. Итак, голод это определяющий, решающий фактор. Разлука превращает встречу в нечто еще более радостное. И из нашего нынешнего состояния разлука это единственный реалистичный путь, потому в этом мы можем разобраться четко в нашем нынешнем состоянии мы действительно разучены с Кришной, поэтому разумно следовать культивации в этом направлении. И более того, в этом стихе сказано, поскольку то, чего мы страдаем, на самом деле в основе всякого страдания находится хридрогом, болезнь сердца. И это не означает физическое сердце, но духовное сердце. Прабхуппаде так это сформулировал в Бхагабхиде в одном месте, он говорит, наша естественная любовь к Кришне извращенным образом проявилась как вожделение к материи. Править в аду. попытка установить себя правителем мира эксплуатации, эксплуатировать и пытаться расширить окружность возможности эксплуатировать. Итак, Гурмарадж продолжает тему хридрогом, болезнь сердца на этой волне, поскольку первопричина всяких страданий это хридрогом, всех страданий в этом мире кажется и является появляющим страдания обоих обстоятельствах других. Первопричина всех материальных страданий одна, и когда Гуру Махарадж привел следующие примеры, которые шокируют, даже когда мы их повторяем, но это возымело желательный эффект. Он сказал, когда я был в теле слона, я съел джунгли и мой голод не был удовлетворен. И в теле поедающей испражнение свиньи я слил горы испражнений, но этот голод не был удовлетворен. Что же способно удалить этот голод, излечить эту болезнь сердца? В этом матче, именно там люди получают возможность соприкоснуться с Кришной концепцией. Они будут слушать о Кришне. Они получат возможность помнить о Кришне. И как Браджи Гопи говорят, это лекарство для всякого рода страданий. И так он пытается показать тому человеку, что это не что-то неактуальное, неважное программа, лишенная практической ценности в этом мире страданий, где ты хочешь кормить людей и дать им Гришну головой. Напротив, это забвение, это первопричина всех их страданий. Поэтому этот человек был глубоко тронут тем, что сказал Гурмахарад и слезы потекли из его глаз. И сказанное задело его, и он сказал, Свамиджи, я верю в Бога. И, как говорит Гурмахарад ваши глаза тому свидетельство, слезы текли из его глаз. И он сказал, да, вы правы, то, что нам нужно, это мат, нам не нужен еще один центр раздачи пищи, раздачи одежды или обеспечения жилищем. И Бури Гринамтите Буридаджана и Махабрабху сказал Паратапарудри Махараджу в Джаганатхвалабхе, он говорил, ты даешь мне что-то подлинно ценное, что-то несравненно ценное, все, что ему сделать в ответ, это обнять тебя, выражая свою благодарность. Итак, Раганатхвалабху Госвами говорит, Санатан Госвами и в расширенном смысле Вайшнавы в его линии они рассматривают страдания человечества, зная какова его первопричина. И они справляются с этой первопричиной и Санатан Госвами в своих книгах Брихад Бхагавадамрите и других своим открытием святых мест в Риндавана, чтобы люди могли отправиться туда и заняться настоящим Кришна с Мараном, памятованием о Кришне и о Его играх. Но там он говорит нечто большее, что следует отметить. Он говорит, я не желал пить это, эту нектарную субстанцию. С моей стороны было некое промедление, нежелание. Иногда Шрила Прабхада называл это беспричинным нежеланием. Иногда мы не всегда просто какая-то беспричинное нежелание следовать сознанию Кришна, хотя мы знаем, что оно в наших интересах, потому что великие предные, они не считают себе исключением, ведь кто это говорит? Сам Рагунат Прабхада сказал однажды вспоминал свой Кур-Вашрам, свою семейную жизнь, потом Ванапраска и Саньяса, и он сказал, еще существовали последние остатки семейной жизни, и Сарасвати Критакур снова и снова появлялся во сне и говорил, выходи, выходи, что сначала выходи из семейной жизни, и Прабхупада сказал, и я тогда подумал, о, он сказал, о, как ужасно, и он не говорил, харибол, он говорил по-английски, horrible, ужасно, можно интерпретировать это как вам угодно, кто-то скажет, это просто такие лилые игры, и это нормально, но мне просто нравится, как заглянуть глубже, чем его абсолютная личность, гуру, как он говорил, признавался, это было ужасно, во сне Сарасвати Критакур приходил и снова говорил ему, выходи, выходи, и никто иной, как сам Рагунат Дасгасвами, Брайоджан Татва Ачарья и Рупануга говорит, я не хотел пить это, и тут мы доходим до главного момента, по поводу милости Вайшнава, но он говорит, но Санатан Дасгасвами, он столь милостив, что он заставил меня пить это, он принудил меня пить это, как иногда они, как Грубхараш рассказывают, наверное, это чаще видно, в таких местах, как Индия, когда нужно поместить лекарства в животное, и все мужчины приходят, и держат пасть животного, и берут палку, и пропихивают лекарства в пасть, в горло животного. Это, быть может, немножко экстремальный пример, но вы понимаете, о чем речь. Итак, Рагуна Дасгасвами говорит, опять же, мы рассматриваем это, как его игры, потому что, если мы посмотрим на его прошлую жизнь, то, что это было? Индра Айшварес, три Апсара. У него было богатство Индры, царя небес, и жена столь же красивая, как небесная Апсара, супермодель. Такова его жена и богатство у него было, как у Индры, и он хотел оставить все это и убежать к лотосным стопам Махапрабху, до такой степени, что его мама думала, разговаривая с отцом, говорила, наверное, может быть, мы следуем тягивать его в кандалы, то есть, сделать длинную цепочку, чтобы он мог ходить, делать что-то, но чтобы он не мог уходить из дома, но отец ответил так, посмотри на его жену и на то, сколь много богатства у него есть, если это не может привязать его сюда, то как твоя цель сможет удержать кого-то, кто сходит с ума по Махапрабху? Он просто безумно хотел обрести лотосные стопы Шри Чи Тани Махапрабху, и все же, от нашего имени, Рагунатда с Госпами говорили, «Я не хотел пить это, но Санатан Госпами Прабху, он так милостив, что он заставил меня пить эту субстанцию, и по-настоящему это милость вайшнавов». Иногда мы надеемся, что благодаря нежным чувствам, если у нас есть какие-то нежные чувства к ним, мы будем привлечены в их мир. Гуру Махарадж упоминает о Сакхи Чарани Бабу, он был одним из первых кучеников по очереди Сарасвати Дакура, и он ему довелось увидеть Сарасвати Дакура еще в самом начале, когда Майапур был в основном джунгляме, не было красивых зданий, и в их мест. Сарасвати Дакура только начинал выходить и проповедовать. Он только начал обращаться к Нижнимиру по достоянию Бактиминода Дакура и Панча Татвы. К нему пришло внутреннее вдохновение. Итак, Сакхи Чаран был одним из первых, кто когда-либо услышал, как Сарасвати Дакур и Сарасвати Дакура проповедовали, и он написал это так. Он был настолько настойчив, что он говорил с нам, мы не понимали всего, что он говорит. Но иногда это было так сильно, что его с таким напором, что его лицо надевалось в кровь, и он бил лукой по столу, рассказывая о Махапрабху, сознании Кришны, посмотрели на него, и кровь переливал к его лицу, и Горган Махапрабху. Тогда мы поняли, почему иногда лицо сравнивается с цветком розового лотоса, потому что его лицо выглядело как налитый розовый цветок лотоса, но он наливался тут красным цветом, и бил рукой по столу, проповедуя идею Махапрабху. Мы не понимали всего, что он говорит, но что было ясно, это что у нас создавалось впечатление, что он словно пытается силой запихнуть какую-то нектарную субстанцию в нас. Вот это нам было совершенно ясно. Он пытался силой, словно запихнуть какой-то нектар нам в горло, говоря, метафорически. Потому что мы хотим придерживаться романтических представлений о милости. Просто что-то сладкое, сладкое, сладкий вечерок, и все будет сладкое, и я получу милость, и тогда я буду ходить, танцевать, и петь по земле милости. Это хорошая сева, если она вам достанется. Но мы видим вилоситут хурикин нитям-бхакти-сиддам-тавани, никхила-бху-вана-майя, чин-нави-чин-на-кар-три, вибудра-баху-ламрик-гямукти-муханта-датри, шатилы-давиди-рага, рад-дхя-рате-садвани, биласату-риди-нитям-бхакти-сиддам-тавани. Гуру Мухарадж говорит, он был словно опушташитель, он сокрушал карму, йогу, гьяну, как самурай, он разрубал эти вещи, он словно бросил атомную бомбу на материализм. То есть он использовал эти военного стиля образы и описания, и это милостивый вайшнаф, который он сказал в одной из своих лекций, она была издана, он сказал, если садву вестит в мне, то он становится моим врагом. Это нехорошо для меня слушать, как меня прославляют. И эта шлока про Чин-данти, я не запомнил ее, она есть в Бхагаватам. Как они дают эту милость? Часто в форме можно сказать крепкого слова, как Видура сказал Дритараштре. когда тот в последние свои дни он сказал, ты живешь как собака на содержании. Свами, Махарадж, был столь велик в своей дерзости, в своей смелости, в том, чтобы бросать вызов ученым. Нам не следует думать, что это не милость, это милость к нам. Он разрушает наши привязанности к этим вещам. Сарасвадид Таро, одно из его высказывание, как цикл гуру Махарадж, западная цивилизация сокрушит ее. Даже Ганди, однажды, они спросили его, и можно увидеть, что он очень умел. Ганди спросили, скажите, Махараджи, что вы думаете о западной цивилизации? Он сказал, западная цивилизация, я думаю, это было бы неплохо. И что говорит Сарасвадид Таро? Западная цивилизация сокрушит ее. Киртан значит сражение. Кришна концепция против магических ложных концепций. Это битва за сердца и души всех обитателей этого мира. Даже Гур Важда как первая Сансара-давана ла-ли-далока Траная-каруна ганаганатвам Праптаса-кальяна гуранаваса Ванда Гуропши Вичарана Как там сказано? Мы словно облачены лесным пожаром. Что тогда? Нужны ливни, дожди, чтобы погасить это? Это должно быть что-то значительное, что-то всеохватывающее, опустошающее. Итак, Санатан Госвами и Вайшнава Вышел Порядка, они знают, какова первая причина всех наших страданий в этом мире, и они придумывают те или иные способы, чтобы дать нам связь с этим. Саду, Шастра, Гуру и Вайшнава. На днях мы пели славу Харидаса Такура, когда мы говорили о взятках. Иногда он обещал детям сладости, сладкие шарики, расагулы, если они будут повторять святое имя Кришны. Это тоже милость. Прабхупада также раздавал сладкие шарики со своей вьясасаны в конце лекций и киртанов. Но мы не можем думать, что это всегда будет так, сладкий шарик в ладони. Иногда нам нужно услышать что-то, что отрезвит нас, что заставит нас переосмыслить более внимательно ту возможность, что оказалось перед нами. Мы видим в молитвах Кунти, она молится о враждебных обстоятельствах. Я никогда не знал кого-либо, кто делал бы так. Випадах татушашашвататра татра чагатгуроу Баба Тау Баба Тау Даршинам Ятсият Апу Нар Баба Даршинам. Она говорит, потому что когда все хорошо с материальной стороны, относительно хорошо, то появляется склонность забывать о тебе или не чувствовать особой потребности в сознании Кришны. Но продолжает она, когда я окружена враждебными обстоятельствами, неодолимыми, непреодолимыми кармическими обстоятельствами, тогда мое пометование у тебя становится очень напряженным, и тогда я полностью полагаюсь на твою милость. И тогда мне представляется, что мне лучше в враждебных обстоятельствах, что тогда я помню о тебе, и тогда Апу Нар Баба Даршинам. Баба Тау Даршинам Ятсият Апу Нар Баба Даршинам. Тогда этот мир Баба, в данном случае, значит, мир Баба Роха, материальные болезни, тогда я не больше не вижу этого мира, и я вижу только тебя и прибежище в созерцании тебя. И я помню, как один, как знаете, иногда преданные звонили Гуру Дэву по телефону и просили его милости. И он говорит, да, Кришна благословляет вас, Гуру Махараджи благословляет вас. Но однажды один человек позвонил несколько дней спустя, тот же самый человек. В течение недели они позвонили снова Гуру Дэву и снова просили его милости. И Гуру Дэв сказал, а что вы сделали с той милостью, что я дал вам на прошлой неделе? Праупады также говорил, Гуру Кишорда Заводжи Махарадж. Хотя мы не думаем о нем обычно. Обычно мы думаем о нем как человеке крайней серьезности. Он говорил, Гуру Кишорда Заводжи был очень юморной парень. Потому что мы знаем, что Бабаджи Махарадж был в уединении. Иногда жил в местах, куда люди не хотели ходить. Например, отхожее место рядом с отхожим местом. Потому что кто-то однажды сказал, как вы можете терпеть вонь этого места? И Бабаджи Махарадж сказал, как вы можете выносить вонь умонастроения людей, которыми вы постоянно окружены в обычном окружении? Как вы можете терпеть это? А эти вещи, это внешнее. Там хуже. И так, эти люди очень высоких слоев, они пришли, они слышали о Парамахамте Бабаджи Махараджа. И они сказали, Бабаджи Махараджа, дайте нам свою милость. И он сказал, хорошо, тогда просто оставайтесь здесь со мной и повторяйте Кришна нам. Повторяйте Харея Кришна. Не возвращайтесь никуда, просто оставайтесь со мной. И, сказал Парупада, те люди просто убежали. Но это была милость Бабаджи Махараджа. Он дал им эту возможность. И мы добавим к этому милость по определению незаслуженно. Как Шрила Гуру Махарадж, как мы говорим, красота выше силы, сердце выше интеллекта, суть выше формы, и милость выше справедливости. Милость выше справедливости. С точки зрения справедливости, некие нежелательные последствия могут прийти. Наказание, страдания. Но милость выше справедливости. И Кришна это Бог милости. И когда Он наиболее великодушен, когда Он приходит как Муха Прабху, на Муха Абхадане, Кришна према прадает, Кришна, Кришна, Титане, Намны, Горат, Ваше, Маха. Однажды кто-то сказал, Гуру Махараджо, словно в недоверии, после того, как Тот дал очень чудесное описание Махаправу, Его нисхождение в этот мир, Его игр, тот человек, крича головой, словно в недоверии, сказал, как Он мог сделать это? То есть, взял высочайшую вещь, сознание Гришны и раздал это самым низшим из людей. Кажется, это незаслуженно, они не заслужили, конечно, нужно им что-то дать, но, и тогда Гуру Махарадж сказал, такова самая природа Шри Чейтания, Аватары, концепция высочайшего великодушия, а иначе, что ему следовало бы сделать, раздавать осколки камня всем. Нет, Он не только раздает всем что-то ценное, но Он раздает то, что Он сам считает самым драгоценным. Он хочет дать то, выше чего нет, самым низшим людям. И это означает величайшее великодушие, а иначе, просто дать что-то хорошее кому-то низкому, да, это милость, это милостиво, это великодушно, но Махаваданая, замечайшее великодушие, означало бы дать высочайшую вещь, что выше чего нет. И мы говорим, да, это была бы Кришна према, но какого рода Кришна према? Махабхав. Потому что Он увидел в Радхарани, что нет ничего выше этого, это высочайшая драгоценная нектарная субстанция, как это старое искать иммортали смерти, Амрита, Грома Махарач, из игр Кума Аватары, что их цель это достичь высочайшей нектарной субстанцией. Почему эта игра так ярко показана в Шримад Бхагаватам, чтобы продемонстрировать, Мадура Раса является той самой субстанцией. Шямали Лабаламба, Мадура Раса зависит от Шримати Радарани. Итак, Кришну называют Раса Радхарани, Шримати Радарани, Махабаба. То есть, не просто Кришна не зашел, чтобы испытать Бхагта-Бхаву, но испытать Махабабу Шримати Радарани. И в результате он обрел склонность раздавать эту высочайшую субстанцию самым недостойным. Не может быть более высокого представления о великодушии, чем это. И в линии Рупа-Нуга Санатанго Сами также считает себя Рупа-Нугой, как и Рагунат-Дас. И далее Сарасвати-Такур, Бхабти-Венот-Такур и все, кто не зашли от них далее. Они принесли, как это выражено, Бхабти-Венот-Вера-Хадашакам. Шри Радха Патасева Намри Тамахо Тадату Мишо Бхаба. Вот каков дар Бхабти-Венота-Такура миру. Поэтому мы, Вайшнавы, проявляют свою милость к нам, потому что мы неудачливые, падшие и нищие сердцем. И все равно они милостиво позволяют нам соприкоснуться с сознанием Кришны, так или иначе приводя нас в соприкосновение. Есть ли еще вопрос? Махарадж, однажды вы сказали, что чем более падшей душа становится, тем больше ошибок она совершает, тем более милостив Господь к такой душе. Означает ли это, что для людей, которые не могут прекратить грешить, например, серийные убийцы, люди, которые не могут перестать грешить, не могут перестать совершать ошибки, не могут перестать грешить, совершать грехи, дурные поступки. О, перестать, о, которые не могут, и что? Что Господь большей степени проявляет милость и сострадание к ним. Понимите принцип. Чем более падшим, кто-то становится, тем более милостив к нему. Это не означает заставить человек думать, о, тогда я стану еще более падшим. That's not what we're told. What do the Vaishnavas say? They say, oh, if you want to test the purifying power of your mercy and your kripa, then you won't find the more suitable candidate than me. That they will say. But they don't say, let me go do more sinful activities. That is to be misguided, insincere, and to a certain degree insane. But they're already conceiving themselves as such. So they say, I would be a good test case to test the potency of your mercy, because these other people are not so fallen. So, why not use me as the test case to test the potency of this mercy? That we hear and expect from many great devotees. Pardon me? Oh. But cyclically speaking the people become the most fallen or most sinful in the Kali-yuga. And Maha Prabhu and Nityananda Prabhu and Nityananda Prabhu and Virachandra Prabhu and they appear in the Kali-yuga. So, that's already there. anything else? If the saints and the Himalayas of the Maha Bhagavata do not preach, what is their interest to be in this world? What is their interest to be in this world? If they are in the Himalayas in the Himalayas in the Himalayas mountains? Yes. And they are Mahabhagavatas? the saints and the Mahabhagavatas? Ah, first of all, we are talking about in which Himalayas you are talking about? In which Himalayas you are talking about? If we say Vedavhyas, then we can understand. Right? He is in the banks of the Sarasvati and his ashram and we see although He is there, what is He doing? He is also thinking about the suffering of all. and he presents all the Vedic scriptures and Mahabharata, but his ultimate magnum opus, the ultimate work of the Bhagavata. And we are told that in His ashram there in the Himalayas on the banks of the Sarasvati he is feeling some despondency even though he has done all these wonderful things that is before the Bhagavata. And Narada comes to him. and he says you haven't described Krishna's conception in all its perfectness and detail. Because what you've given so far in the name of religion people will pursue the mundane. They use religion to pursue mundane life. and that was not your intention but that's the way they take it. So you now have to present what we call kaitala dharma cheating religion now pure tell them the pure straight truth and so he presents Shri Mat Bhagavatam. But what was the question? The saints in the Himalayas and now we're saying who that is the Veda Vyas. If they don't preach, what is their interest to be in this world? Yes. Well, you mean more like Babaji genuine Babaji as opposed to Gosh Tyananandi creatures because obviously if Saraswati Thakur remained as he was before we wouldn't be here. Right, so we value more the sacrifice he made giving up the internal culture to come out in this world and preach to others. So, but what is the interest of those saints? They're engaged in internal spiritual culture and which is substantial because in this case we're not talking about practitioners. So they're actually rendering service in the internal world and their very presence in this world has a purifying effect. But their nature is such it's very difficult to get their association or service. Like we find in the case of Loka Nath Goswami Das Goswami so much that he avoid mundane association that is the tendency of interacting with people distracts one from spiritual culture. his water pot he kept it upside down so that someone can say hey can I have a oh, no. can I have a Do you have any oh, I see, I see, you don't. He's and Narutam Thakur it took some resolute determination on his part to get the notice of Loka Nath Goswami but we can understand this question why are they in this world and one sense they're not in this world. they're so deep in internal culture they're just maintaining a body here for some time. and there may be those who have the capacity to interact with them but it would be very rare. but still we're told if you read in Chaitanya Bhagavati the presence of a Maha Bhagavati is purifying but what is it called? 8000 Yodhan it means like 80,000 10,000 80,000 miles something like that it means the whole world so just by their presence people are benefiting on a certain level but we prefer that they that the Maha Bhagavati descend to the Madhyam position the middle position and start interacting with us for our benefit. Anything else? There is one picture of Prabhupada Murthy being bathed in ganges. Can you please explain something about this practice? There is a Prabhupada Murthy that is what? Bathed in ganges. And the gunga is bathed in the gunga. Yes. Do you know about this? You mean when you get a Prabhupada Murthy you pour gunga water on the Prabhupada Murthy you pour gunga water on the Prabhupada Murthy We just had the disappearance of Haridas Takura in the calendar. Mahaprabhu took the body of Haridas Takura to be divine and bathed him in the ocean in Puri. So maybe their idea was bathed in the ganges. That's what I can think. Something like that. in remembrance of what Mahaprabhu did was Haridas Takura Anything else? And the question from Pavan Krishna Prabhu Rupa Goswami, Sanatana Goswami wrote the books that were placed in Samadhi. By the way that such lila takes place. The truth is revealed and written. On the one hand from Shila Guru Maharaj we know that we shouldn't become atheists thinking that if in this lifetime we don't get access to these books, we will never get it. But on the other hand there are those revelations written down for. That doesn't mean that someday the Samadhi will be opened and some personality will read these books. We can understand from what they have written and we do have access to the infinite nature and character of what they are describing. So there can be so many books and there are and there will be more. But if for some reason the will of Krishna they are not accessible at this time, we bow to the will of Krishna. But we can understand theoretically that what is given by the Goswami It will not be forgotten. Right? That which is produced by the Goswami and other great devotees. At another time it may become available. Just as Mahaprabhu found the Brahma Sangita in South India. And we say, well where was it before that? And so many did not know. But he not that and shared with his devotees. As he did the Krishna Karnamrit of Bilumangala Thakura. We know when Shri Nivasa Charya is approaching Gadadharu Pandit to hear the Bhagavatam from him. . That when Gadadhar Pandit was supplying Slokas to Mahaprabhu as like intoxicants to relieve the separation he was feeling in his heart. meaning from his lotus face and falling onto the pages of the Bhagavatam washing away those very Slokas. And at that time Shri Nivasa Charya did not get through that from Gadadhar Pandit. And he later was tutored by Jiva Goswami. But it does not mean that that was lost. the divine will of Krishna at another time it will be given. So whatever the divine purpose is why something is suppressed at one time and expressed at another time you know Arteshu Abhidhyah Svarat Krishna knows that. nothing of the transcendental spiritual substantial character is ever lost. Like we think of something in this world. Some book was lost, it will never be known. That cannot be what is expressed there transcends time and space and the limitations of time and space. but for some divine reason it is suppressed at a particular time and it will be expressed at another time. That's our faith. That's right. Thank you. 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 Продолжение следует...